Армяне стали первым народом на земле, официально принявшим христианство, еще в 4 веке нашей эры. Львиная доля армянского народа следует собственной древневосточной армянской апостольской церкви. Иногда эту церковь ошибочно называют монофизитской, то есть признающей в Иисусе Христе только божественную природу. Но нет. Современные армяне апостольского толка скорее миофизиты, то есть они признают единое гармоничное слияние в Иисусе, божественного и человеческого начала. В то время, как православные, диафизиты, то есть признают в Иисусе Христе две различные породы, божественную и человеческую. Армянскую христианскую церковь называют также Григорианской, от имени святого Григора Лусаворича, просветителя, крестившего вместе с царем, трататом армян в 4 веке нашей эры. Армянская апостольская церковь возникла одной из первых на планете. Ведет свое происхождение от учеников Христа, апостолов Фадея с Варфоломеем. И не подчиняется никому, кроме собственного католикоса в священном Ичмиадзине, древнем городе, который еще называют армянским Ватиканом. Правда, имеется еще Киликийский католикос в Ливане, под чьим видением находятся армянские христианские епархии Ливана, Сирии и Кипра, но он признает верховенство Ичмиадзина. Еще хотелось бы отметить особый армянский крест. В армянском христианстве крест – символ жизни. Имеет особую форму с ласточкиными хвостами на концах. На армянском кресте практически никогда не увидеть распятие Христа, чаще какой-нибудь растительный орнамент – символ жизни. Богослужения в армянской церкви традиционно ведутся на грабаре, древнеармянском языке, сохранившемся, благодаря письменностями сропа Маштотца, еще с 4 века н.э. Интересный факт. В прошлые века армянскому апостольскому христианству следовали и армяне. К примеру, кавказские албаны – предки современных Удин из Азербайджана. Или тюрки в Крыму, жившие долгое время, бок о бок с армянской общиной полуострова. Кроме того, ААЦ отличается от других христианских церквей, рядом особенностей, уникальной архитектурой храмов, собственным армянским обрядом, например, обрядом матах, жертвоприношением. Церковные праздники ААЦ, живущие по Григорианскому календарю, чаще всего совпадают с католическими. У армянских христиан традиционно в храмах мало икон. А сами храмы довольно скромные в оформлении. Любопытный факт. В ААЦ, еще со времен царя Папа, 5 век н.э., практически не распространено женское монашество, считается, что армянки должны новых воинов рожать, а не в монастырях томиться. Современная русская православная церковь поддерживает дружеские отношения с ААЦ. Но евхаристического общения ААЦ и РПЦ все же не имеют, что подразумевает под собой невозможность православному молиться в армянском христианском храме. Интересный момент. Верующий ААЦ, по православному закону, может перейти в православие без нового крещения, достаточно лишь краткого покаяния. Впрочем, стоит отметить, что ныне в мире существуют также многочисленные, по большей части западные, армяне-католики, появившиеся еще во времена крестовых походов, армяне-халкидониты, следующие православному учению, армяне-протестанты из евангелистской церкви, и даже немногочисленные химшилы, потомки армян, принявших в Османской империи сунницкий ислам. Правда, насчет последних все время кипит спор, считать ли их вообще армянами.